МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Главные новости» в студии Виктория Браун. О событиях, произошедших в Волгограде и области, расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе продолжается распространение вируса COVID-19. По данным на 13 августа, за последние сутки инфицированы еще более 100 человек. Волгоградская область занимает 17 место из 85 субъектов Российской Федерации по количеству случаев заражения коронавирусом. На территории региона от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 75 человек. Накануне стало известно о том, что после непродолжительной болезни, вызванной вирусом, скончался глава Камышинского района Владимир Ерофеев. По информации администрации Камышинского муниципального района, после заражения вирусом COVID-19 у Владимира Яковлевича резко ухудшилось состояние. Осложнение дали хронические заболевания. На 68-м году глава района ушел из жизни. Владимир Ерофеев был коренным жителем города Камышин. Родился и вырос на родной земле. По специальности агроном начал трудовую деятельность в местном совхозе. Усердно работал на благо Камышина и завоевал доверие земляков. В 2005 году Владимира Ерофеева избрали главой Камышинского муниципального района. 15 лет до настоящего времени он был бессменным руководителем и патриотом родного края. Нас не останавливали ни жара, ни грозы, ни ливни. Здесь всегда было хорошо и детям, и взрослым. Коллеги вспоминают Владимира Ерофеева как достойного руководителя, который всем сердцем болел за развитие родной земли. Был чутким управленцем, близким к своему народу. Мы приносим соболезнования родным и близким Владимира Яковлевича. С момента взрыва в тракторозаводском районе Волгограда прошло три дня. Все это время территория АЗС была оцеплена, а дороги рядом с местом происшествия были перекрыты. Накануне сотрудники регионального следственного комитета провели осмотр места аварии с применением специальной криминалистической техники. Подробности далее. После чрезвычайного происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье 217 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение требований промышленной безопасности, опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба». Однако долгое время следователи не могли осмотреть место происшествия из-за опасности повторной детонации, так как в подземных резервуарах автозаправки оставались десятки литров газа. Спустя три дня после взрыва спецслужбам региона все-таки удалось осмотреть заправку номер 36. В ходе осмотра изъяты смывы с автоцистерны, из которой производилась заправка станционного резервуара для хранения топлива, а также объекты и фрагменты частей заправки из зон горения и теплового воздействия. Следователи осмотрели техническое оборудование станции, которое невозможно изъять без нарушения целостности конструкции. Место происшествия изучено и обследовано ещё не до конца. Именно поэтому пострадавший от взрыва АЗС остаётся оцепленной, а также под охраной сотрудников Росгвардии. Расследование и дело продолжается. Напомним, в понедельник в результате мощного хлопка и выброса газа над тракторозаводским районом взвился многометровый огненный столб. Пострадали 13 человек. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в медицинские учреждения города. Диана Бакулина при поддержке Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области. В Дзержинском районе уже этой осенью появится новый открытый многофункциональный стадион. Учреждение возводят на улице 8-й воздушной армии. На каком этапе сейчас строительство объекта расскажет Ксения Бедросян. На месте земляных котлованов, где сейчас работают тракторы и бульдозеры, скоро появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На базе учреждения будут организованы площадка по пляжному гандболу и волейболу, легкоатлетические дорожки, различные тренажеры, трибуны и футбольное поле, которое зимой сможет трансформироваться в хоккейную площадку. С нетерпением открытия нового стадиона ждут жители близ лежащих домов. Радуемся, что спортивная инфраструктура здесь развивается, что есть куда детям пойти, бассейн рядом и каток. Сейчас еще и стадион появится, то есть дети будут заняты не просто так прохлаждаться на улице, а заниматься спортом. Это радует. Он любит бегать у нас. Думаю, что как раз-таки это то самое направление. Держинский район в этом смысле очень развитый. Вот нам построили эту дорогу, аллею очень нам нравится. Очень много детей. И чтобы куда-то не возить их далеко, конечно, это нам подойдет и нравится. И тем более, если так много полей будет, это же и детей мы найдем, чем занять. Потому что парки перегружены. Новый стадион также станет площадкой для тренировок Волгоградской гандбольной школы. До настоящего момента у ребят не было постоянной базы для занятий. Теперь юные спортсмены смогут готовиться к соревнованиям на профессиональной площадке. Никогда у нас не было своей базы. Александр Сергеевич Глинов, председатель областного спорткомитета, сказал, что потерпи, я обещаю, что у вас будет свой дом. И вот это обещание исполняется. А эта площадка будет многофункциональна. Там будут и беговые дорожки, и паркаут, и тренажеры. Это будет и баскетбольная для стритбола небольшая площадочка. Сектор для прыжков в высоту, сектор для прыжков в длину. Одновременно может заниматься 306 человек. Работы на объекте начались всего три недели назад. Несмотря на то, что стадион возводят с нуля, подрядчики уверяют, что закончат работы в срок к концу осени. Произвели разработку грунта под строительную площадку. На сегодняшний момент производим вынос сетей. Это канализация, водопровод, газ. Многофункциональные стадионы в последнее время стали очень популярны. Так, новый комплекс с беговыми дорожками, зоной для сдачи ГТО, трибунами и раздевалками совсем недавно построили в городе Краснослободске. Надеемся, что и новый физкультурный комплекс в Дзержинском районе станет стимулом для развития спорта в нашем городе. До нового учебного года осталось чуть более двух недель. Школы Волгоградской области уже готовы принять своих ребят. В период пандемии у них было достаточно времени, чтобы к этому первому сентября подготовиться основательно. О произошедших изменениях расскажет Арина Дронкина. Волгоградские школы уже готовы к приему ребят, в их числе и лицей Олимпийского резерва номер 8. Там к началу нового учебного года отремонтировали кабинеты, лестничные пролеты, столовую, а также закупили новую современную технику. Мы еще стали одним из победителей федерального проекта «Образовательная цифровая среда». И в рамках этого проекта на 2,5 миллиона было получено нами всевозможные оргтехники. Это и ноутбуки ученика, и ноутбуки учителя, и администратора, и два интерактивных панно, которые будут установлены, скорее всего, нами в кабинетах информатики. Без преобразований не остался и спортивный сектор лицея. Сюда закупили комплекты шахмат разного типа, в том числе и для слабовидящих детей. Установили тренажерный комплекс, рассчитанный также на школьников с ограниченными физическими возможностями. Построили новую физкультурную площадку. Естественно, что этот комплекс будет использоваться и на уроках физкультуры, потому что у нас серьезное такое подспорье теперь появилось для того, чтобы расти чемпионов и для того, чтобы дальше одерживать победы. На этом комплексе представлены для самых различных видов и разметка в том числе. Здесь дети будут заниматься в том числе и бочи, игровые программы, баскетбол для инклюзивных занятий. То есть здесь будут как дети на колясках, они у нас есть, так и дети нормотипичные. Учащиеся также будут обеспечены всеми необходимыми учебниками. Каждый год перед началом учебного сезона в августе в Волгоградской области проходит проверка общеобразовательных учреждений. В этом году традицию не нарушили. Все образовательные учреждения прошли традиционную приемку к началу учебного года. Сложность этого года заключается в том, что к обычным требованиям санитарных норм Санквина 2008 года еще добавляются требования по противоэпидемическим мероприятиям. Поэтому вот в этой части подготовка еще продолжается. Новшеством этого года является то, что все дети с 1 по 4 класс будут получать горячее бесплатное питание за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Также в этом году изменения коснутся и учителей школ. Им будут доплачивать из федерального бюджета за классное руководство по 5 тысяч рублей в дополнение к тем выплатам, которые осуществлялись на местном уровне. Но готовятся к первому сентября не только местные школы. Дети и их родители с нетерпением ждут начала учебного года и закупают все необходимое. Канцелярские принадлежности, ранцы, форма. Во сколько же обходится сбор в школу в этом году узнала Диана Бакулина. Дороже, чем в прошлом году, на 20% обойдутся волгоградским родителям школьные принадлежности. По данным аналитического центра Авито, подорожание связано в первую очередь с возможным продолжением дистанционного обучения. Сколько необходимо потратить денег в этом году, чтобы собрать ребенка в школу в нашем городе, знают родители первоклассников. Начали собирать уже где-то с мая, вот так, уже потихонечку закупать все. Вот в мае купили ранец, естественно, там определенные требования были. Заказывали через интернет. Аналитики отмечают, рост цен на школьные товары в этом году наблюдается по всей стране. Однако самый большой в городе на Волге – подорожание на 20%. А вот в Ижевске школьникам и их родителям повезло больше. Стоимость, наоборот, снизилась на 9%. Если сходить из того, что в рядовой комплект обучения входит пенал, ранец, спортивная и школьная форма, то обойдется он волгоградцам минимум в 3 тысячи рублей. И это в том случае, если родителям не придется искать форму определенного цвета, фасона или качества. В случае Веры ее пришлось заказывать по специальным требованиям. Нам огласили уже в конце июля цветовую гамму формы, поэтому пришлось тоже идти смотреть. Данной цветовой гаммы в наличии нигде нет. Тоже пришлось заказывать через интернет. Вот сарафан ей заказали. Сейчас ждем еще на сменку кофточка с юбочкой. То есть нам это все где-то, я думала, мы где-то обойдемся со всеми расходами в 1020. Ну, не знаю, возможны варианты, потому что еще канцелярию не все купили. Вот когда вот такую вот форму Раночка показала, я просто понравилась мне. И бабушке понравилось тоже. Вот, потому что вот такой ключок, фермер. Очень красиво, оригинально. Выглядит очень бордовое. Вот у нас еще даже есть бортовые резинки для школы. Однако волгоградских родителей пугает больше всего не ценовая политика производителей канцелярских принадлежностей или школьной формы, а неизвестность. Даже сейчас, в середине августа, волгоградцы не знают, каким будет грядущий учебный год. Под вопросом не только традиционные линейки на 1 сентября, но и весь процесс обучения. Диана Бакулина, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1». В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями волгоградцы не могут посещать многочисленные театры нашего города. Однако от недостатка прекрасного страдают в том числе и сами сотрудники учреждений культуры. Они скучают по зрителям и громким аплодисментам, а также основательно готовятся к новому сезону. В Волгоградском казачьем театре, например, репетирует новый спектакль «Комедию «Вождь краснокожих». Подробнее расскажет Ксения Бедросьян. Артисты на сцене уже давно без запинки произносят свои реплики. Выстроен свет, подобраны декорации и костюмы. Не хватает только тех, ради кого все это задумывалось – зрителей. Для них актеры казачьего театра подготовили премьеру – комедию «Вождь краснокожих». Я очень люблю Генри. Я его перечитываю время от времени. И мы еще хотели создать такой, ну не талон, конечно, но пример такого качественного детского спектакля. Я, собственно, четыре месяца карантина. Спокойно, но каждый день понемножку работал над спектаклем. Юмористический спектакль наполнен акробатическими трюками и техническими эффектами. Некоторые решения по звуку, световому оформлению были применены впервые. Сотрудники театра уверяют – сценическая версия шедевра у Генри о несносном мальчишке и двух блестящих авантюристках из Дикого Запада понравится всем. Это не только добрая и смешная постановка, но и увлекательное приключение для всей семьи. Сегодня смотрел несколько взрослых, они хохотали так же, как и девчонка 10 лет, что мне было очень важно. Я бы хотел, чтобы этот спектакль посмотрела и моя мама, и мои дети, и мои младшие дочки. В начале августа спектакль уже был сдан, но премьера так и не состоялась. Коронавирус внес свои коррективы. Хочется верить, что уже осенью в Казачьем театре снова зазвучат зрительские овации. С терпением ждут премьеры Анна Муслимова и Ксения Бедросян. Телеканал «Волгоград-1». В Волгограде продолжается строительство нового онкологического центра в Дзержинском районе. На базе учреждения предусмотрено не только амбулаторное лечение больных, но и качественная диагностика жителей региона. В новом корпусе будут расположены детская и взрослая поликлиники, отделение мамологии и эндоскопии, а также клиника-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. На объекте побывала Александра Горина. Строительство онкологического центра началось в прошлом году. На сегодняшний день уже завершены монолитные работы. На участке задействовано порядка 120 рабочих и 12 единиц тяжелой строительной техники. В специализированный центр уже пришла первая партия современного медицинского оборудования. Идет монтаж вентиляционных приборов и инженерных сетей. В данный момент ведутся кровельные работы, устройство кровли завершаем, устройство фасада, в активной фазе отделочные работы, приступили к благоустройству, завершаем внутриплощадочные инженерные сети. По словам специалиста, строительство завершено уже на 70%. В этом году онкологический центр будет оснащен системой теплоснабжения. Подрядчикам предстоит закончить внутреннюю отделку помещений и приступить к благоустройству прилегающей территории. Возведение нового лечебно-диагностического корпуса Волгоградского областного клинического онкодиспансера требует и необычных строительных работ. Монолитные работы необычные здесь были, так скажем, то есть много очень бетонных работ было. Декоративная конструкция, да, на кровле, если вы увидите, да, она состоит как бы из двух частей. Там бетонная часть вот с левой стороны и металлоконструкции. Металлоконструкции будут в соответствии с тоном фасада обшиваться потом. Строительство нового онкологического центра будет завершено к началу 2022 года. Национальный проект подразумевает также обучение и переподготовку медицинских работников, внедрение новых технологий, а также использование ядерной медицины, которая подразумевает применение радиоактивных фармацевтических препаратов. Всего на развитие современного онкологического сектора медицины Волгоградской области выделили 11 миллиардов рублей. Александра Горина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». Далее наш финансовый аналитик Александр Марусинин проведет обзор валютного и фондового рынков, а также расскажет о последних событиях в области экономики. Здравствуйте! Эйфория на мировых финансовых и сырьевых рынках продолжает набирать обороты. Растут ключевые индексы США и Европы. Котировки нефти торгуются в плюсе. Основной российский фондовый индекс ММВБ также показывает рост и прибавляет по итогам начала недели 2,7%, завершив торги среды на уровне 3054 пункта. Индекс Мосбиржи растет благодаря слабому рублю. В среду индикатор завершил торги выше отметки 3050 пунктов в первый раз с 25 февраля. Фактически мы наблюдаем формирование новых полугодовых максимумов. Причем рынок растет самыми сильными темпами с мая. Ближайшая цель при сохранении восходящего тренда – это уровень 3140 пунктов. Бумаги компании АФК-система выросли в начале недели более чем на 7%. Драйвером роста для бумаг компании стала новость о регистрации в России первой в мире вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Для акций системы эта новость, безусловно, является позитивной, поскольку одна из структур группы будет производить до полутора миллиона доз вакцин в год. Спонсор новостей финансового блока – акционерное общество «Финам». «Финам» – инвестируйте грамотно. Акции, облигации, валюта – пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера «Финам». Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на камон.ру. «Финам» – помогаем зарабатывать. Эфир продолжит сводка происшествий от Главного управления МВД России по Волгоградской области. В Чернышковском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне автомашины у пенсионера. 81-летний мужчина припарковал свой ВАЗ на время около жилого дома и спустя полчаса не обнаружил его. Он обратился в полицию. В этот же день в ходе проведенных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в угоне – 22-летнего местного жителя. Трижды судимый молодой человек взял чужую автомашину покататься, однако не справился с управлением и на трассе опрокинулся в кювет. Аналогичный угон раскрыт и полицейскими в Среднеоктубинском районе. У 50-летнего мужчины его ранее судимый сосед угнал из гаража ВАЗ. Пытавшегося скрыться злоумышленника задержали инспектора ДПС. Ранее совершенное преступление раскрыто в Дубовском районе. Два дня назад в животноводческой точке в больницу с ножевым ранением поступил 27-летний житель Кемеровской области. Врачи оказали ему помощь, а полицейские установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 37-летний житель Красноярского края. Выяснилось, что в тот вечер между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Возбуждено уголовное дело. 14 фактов мошенничества под видом банковских работников вновь зарегистрированы за сутки. Ущерб потерпевшим составил более 2 миллионов рублей. Самой большей суммой лишилась 47-летняя лаборант из Красноармейского района. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником известного банка, и сообщил, что обнаружена попытка несанкционированного оформления кредита на ее имя. Поверившая аферисту женщина продиктовала ему данные своей карты, после чего с открытого на ее имя и вклада были сняты 780 тысяч рублей и переведены на неустановленные расчетные счета. В очередной раз напоминаем, что сотрудники банка не требуют персональной данной ни при каких условиях. Такие звонки поступают только от мошенников. 14 августа в Волгограде облачно с прояснениями. Ветер западных направлений 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-18 градусов, днем до 24 градусов тепла. С вами была Виктория Браун. На этом у меня все. Если у вас есть интересные новости, которыми вы хотите поделиться с волгоградцами, присылайте нам свои материалы на номер WhatsApp или электронную почту. Всего хорошего. Далее эфир нашего канала продолжит астрологический прогноз. Здравствуйте, дорогие телезрители Волгоград-1. С вами Ксения Катарфель, персональный астролог. И прогноз на сегодня. Луна в Близнецах обеспечивает гибкость ума и общительность. В целом день очень легкий и наполнен энергией. Удачный момент для налаживания связей, поисков, общения с детьми. Отличный день для актеров и СМИ. Хорошо освещать популярные темы, заниматься презентациями и рекламой. На этом я с вами прощаюсь.